Наступают ежедневные влоги. Вчера с дороги я пипец как устал. Проехал 1300 километров. Сейчас мы уже поели. Я тут скинул все материалы, которые у меня были с нашего путешествия. Ну, в тот момент, когда вы будете смотреть этот влог, я, естественно, уже всё выложу. В целом, путешествие было отличное. Поэтому, если хотите повторить, просто пересматривайте весь этот плейлист и делайте то же самое. Нам очень понравилось. Там не всё, конечно, получилось с погодой. И окончание последнего влога было так себе. Ну, говорю, я просто в состоянии невминоза. Уже был 1300 километров. Конечно, это не рекордное расстояние, но тем не менее. Потихоньку перевозим вещи. Ма, выселяем тебя, да? Ну, закон бумеранга. Ага. Сначала, как они говорили, мама вас выселила. Да, теперь нашёлся. А теперь, в вашу очередь. Сейчас будем вот эти мешки, машину тащить. По поводу машины. Я её, наконец-то, сегодня помою. Два с половиной месяца не мыто. И что хочу ещё добавить. Завтра мы поедем в Брянск. На день рождения сходим, на природу. Может быть, что-то ещё будет. И заодно там подарочки отвезём, которые купили вот в нашем путешествии. Ну, и просто поздороваемся, пообщаемся. Вы меня ждали. Как оказывается, я вас жду. Правда? У меня такая здоровенная сейчас конструкция. Если что, это Canon 250D. Мне очень нравится Canon. У неё нет, конечно, 4К. Ну, вернее, он есть. Но там Dual Pixel Auto Focus не работает в этом режиме. Тут картинка на Full HD гораздо лучше, чем на экшн-камеру. Ну, единственное, конечно, её размер может пугать. Уже загрузили машину. Я её забрал с мойки. И мы приехали в ТЦ. Тачка, конечно, суперчистая. Аж неприличная. Я её давно такой не видел. Правда, уже немножечко вот здесь попачкалась, пока мы ехали. Ну, чёрная машина чистая. Буквально первые 15 минут. Шины мне тоже, кстати, натерли. Класс. Ладно. Мы бежим, потому что очень голодные. Собирали вещи. Ждали машину. Я вот подстригся. В общем, проголодались. Мы с утра только позавтракали со сезоном. И всё. Ещё я куплю себе. Сейчас зайду в технопарк. Во-первых, зарядочка, прикуриватель. И зарядку 220. Помните, я жаловался, что она пищит. Если будет, то приобрету. А твоя её попробовала, но вообще не пошла. Мои главные девчоночки. Ну что, приятного, девчонки? Спасибо. Спасибо. А у меня бургер. Ого. Ничего, что я в трусах сижу? Ничего. Красиво. Я влог монтирую седьмой. Будет минут на семнадцать с половиной. Это третий за сегодня? Нет, второго только. Всё, будем завтракать. Давайте покажем, что у нас тут. И яичница хлебушек, который Катя вчера приготовила. И попробуем тортик. Давай, разрезай. Всё-таки с золотом поигралось, да? Я так поняла, что тебе удалось вот это вот растопить. Там что-то какие-то... Тортик получился вкусный. Половинку мы везём в Брянск. У нас есть сумка-холодильник, которую нам подарила наша подписчица Марина сто лет назад. Ну вот мы её используем. Ну и сюда лёд положим. Вот. И здесь как раз всё отлично сохранится. Ну а мы уже собрались. Сейчас будем сумки относить. Задим присед. У нас немного получается. Чёрный рюкзак я с собой беру. Вот это всё в тачке было. Вытащил перед тем, как её мыть. Ну и тут подарочки, кроссовки. И у Кати один рюкзак. Ну и всё. Единственное, я телефон не взял. Куда шли? А, вот он у меня. Даже интересно, сколько до Брянска сейчас ехать. Давай заценим. 350 километров. Ну почти 6 часов ехать. Пипец. Я надеялась, чтобы ближе к детей. Красивая у меня такая. Красивая. Погнали, возьмём обувь. Давай я всё остальное тогда. Ну раз у меня такая чистая машина, у меня просто будут требовать записать обзор. Ладно, может быть сделаю, если не засрётся. Я ещё с собой взял попробовать. Смотрите, такую штуку, которую я купил несколько месяцев назад. Вольво. Так, где он у нас? Очиститель кожи. Стоил он 2967 рублей. Сейчас понятия не имею, сколько это стоит. Выглядит это вот так. Сейчас мы что-то будем? Нет, сейчас не буду. Там, в общем, салфетки и два тюбика. Натираешь салон и смотришь, какой у тебя получается результат. Говорят, вообще супер штука для кожи. А я всё уже восторгаюсь. Который раз как чисто внутри. Господи. Так, ну всё, заводимся. Маршрут я уже построил. Я сейчас телефон не сломала. Каким образом? Он мне в кармане, а я сажусь. А, согнулась? Да нет, он из авиационного алюминия. И ничего не будет. Ой, прости, прости. Воткни. Слушай, ещё раз путай его, пожалуйста, с ней сложно. Хрендель. 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 К сожалению, при выезде начинается дождь. Вероятно, машина чистая, не даетесь от Апрянска. Есть такое ощущение. Он изменяет вам со мной. Ай-яй-яй. Сори, Артельку. Чё ты слышала? Женат. Мы решили заехать, попитаться гадостью. Сейчас я заплачу. Здрасте. Не, карты. Сейчас, одну секунду. Я отъеду, у меня кошелёк в багажнике. Так, всё, я готов. Нам дали пока напиточки. Довольствие все этим. Заплатил, между прочим, 1089 рублей. Это, по-моему, рекордный счёт вообще. Два комба и улитка с корейцей. Но оно стоит 89 рублей, не так дорого. 96. Сейчас перекусим и в Брянск. Ехать 3 часа 36 минут. Встали на парковку, потому что заказ не готов. Ждём. Так, ребятки, ну что, делимся. Мы почти приехали в Брянск. Сейчас будем гудеть. На трассе Косуля привет передал. Тысяча извинений за то, что чуть не сбил её. Перс. Очень классный влог из Брянска получился. Так, мне Костик вообще заляпал весь экран. Получше должно быть. Да, ходили на салют, потом в фабрику. И всё это время я не снимал. Всё, хотели поехать к бабушке, но не вышло. Поэтому офигеть, какой влог информативный. Я записываю этот влог уже несколько дней. Я понимаю, что он вообще несуразный получается. Из Брянска я вам вообще ничего не показал. Почему-то не хотелось брать в руки камеру. Наверное, я подустал после Дагестана. Потому что там нон-стопом всё это дело снимаешь. И, ну знаете, устаёшь. После того, как мы приехали из Брянска, я тоже несколько дней не брал в руки камеру. Потому что у нас был переезд, по сути. Мы тягали мешки туда-сюда-обратно. И особо ничего интересного не происходило. Чем я занимаюсь сейчас? Я еду к маме, Косте. Кате передала там кое-какие подарочки. Ну, они вкусные скорее. Она испекла торт, хлеб. Мы, кстати, его вообще перестали покупать. И что-то там ещё, фасолька вкусная. И потом мы с ней сгоняем в автосервис Билл Прайм. Это вольновский, неофициальный. И мне там надо будет поменять масло. И я не стал к официальному записываться. Потому что сейчас цены какие-то адские. Вроде курс рубля укрепился. Но ценники вообще никуда вниз не улетают. Ну и когда доедем до мамы, я обязательно покажу, какой у него сейчас там порядок. Как обустроен быт. Я думаю, всё равно будет интересно посмотреть. И резонный вопрос. Где же Катя? Я её оставил дома. То есть она разбирается с вещами. И периодически прыгает на одно очень увлекательное занятие. Если помните, в каком-то влоге я показывал, что мы купили вот этот самодельный домик, который состоит из кучи-кучи мелких запчастей. И её это очень сильно затянуло. То есть ей нравится. Я, конечно, посмотрел и офигел на это всё. У меня бы терпения точно не хватило, чтобы собирать такую штуку. Потому что там настолько всё мелкое, что я бы обматерился. Передаю привет всем, кто живёт в Митином. Мы теперь соседи. Ну давай, разбирай. Моя курточка. Как всегда, вот что-нибудь оставишь. Я не знаю, зачем фасоль. Она почему-то решила дать тебе попробовать. Ну вкусненькая. Ну и тут, смотри, хлебушек. Типа подарки мне. Это у нас что, сырой испекла, да? Да. У неё хорошо получается. Ну и тортик. И тортик. И тогда убери это всё в холодильник. Дай хоть посмотрим. Я сам не видел. Что ты не видел? Сам тортик. Я его не пробовал. Ну что, я посмотрю тебя, это чека. Ну что у меня тут как? У меня ещё как бы небольшой кавардак. У меня тут реклама звонит. Ну давайте здесь посмотрим. Это коврик, который мы перевезли. Мне нравится, как ты диван сделал. Уютненько. Компуктер. Ну что, тебе удобно, скажи, здесь сидеть? Нормально, да я так сегодня немножко, сегодня сильно. Сегодня пятница, сегодня никого нет особо, никто не напрягался. Понятно. У тебя здесь коврик этот, но уютненько. Сразу всё, давай снимать, да? Вот именно, я ещё не... У меня ещё вон всё в мешках. А я не поняла, она с маком что ли его сделала? Ой, что-то тут верхушка отвалилась пока, да? Довёз я. Вот, это мак или что у неё? Нет, это банан. Банан и, по-моему, да. Погнали? Погнали. Приехали с мамой на сервис. Она не рада, потому что всё это делать будет 2 часа. Я сам не знал, мак. Обманул меня просто. Катя соскочила. А тут есть двойной шоколад, просто шоколад и молочный. Ты какой хочешь-то? Зачем, вот он не горячий. Двойной шоколад. Это горячий? Нет, ну он не может быть холодный. Это как? Давай его. Сколько он стоит? 100 рублей. Да не важно. Нет, у меня есть... Мама, мы можем телек посмотреть, так в телефонах потупить. Главное, чтобы зарядочки хватило до конца. Ой, смотри. О, видишь, красота. Я надеюсь, он с сахаром был. О, чинят мою машиночку. Ну, обещали, что они более чем за 2 часа всё сделают. Мы уже 50 минут сидим. Ща, Ма, открываю. Всё, машинку сделали. У меня получилось даже дешевле. С моими скидками 12,190. Ну, чё вы, везу тебя домой после сверхинтересного просто дня. Да-да-да-да-да-да. Типа поехали со мной, просто заедем, покатаемся. Ну, всё равно быстрее 2 часов получилось. Полторашечка. Так просто ещё мужчине, который делал приёмку, очень понравились мне духи. Я уже говорил об этом неоднократно, что пользуюсь бокора. И он ещё в прошлый раз, когда я приезжал, запомнил этот аромат, но постеснялся спроси. А щас спросила. И мы стояли ещё, болтали, про это всё говорили. А я вам ещё потом прикол покажу, что мне мама на будущий день рождения подарила. Да, не выдержала. Ну, я всё равно открою к день рождения. Хорошо, ладно. Я спрятала это всё, но когда стала переезжать, думаю, ну что ж, я буду таскать туда-сюда. А, ещё маме очень понравилось. Вот тут мы покупали, когда были в Брянске, вот такую штукенцию, хока, стоит недорого, 890 рублей. Всё, это такая креплялка. У меня здесь магнитик, работает она здорово, потому что она прям, ну, надёжна. Ну, я вам покажу тут вот этот домик, про который я рассказывала. У тебя, смотри-ка, он почти готов. Почти. Третий день Катя сидит, спать мы ложимся 2 дня подряд. 5 утра. Сейчас сколько? 2 часа. Ну, третий. Это просто какой-то наркоманский дом, серьёзно. Мама тоже, когда себе купила, целую неделю после работы занималась только этим. Ну, во-первых, хочу сказать, что время 4 час, и Катя собрала свой домик. Это музыкальная студия, собирается вручную. Каждая вот эта пипка, титанический труд. Цветочки, листочки, всё это прям... Ещё дерятся. Ещё дерятся. Тут проводок надо вот этот приклеить. Вообще, шилом там надо внизу его продырять, но ничего. Её, в принципе, не видно, если вот так вот поставить. Давайте заглянем внутрь, насколько это возможно. Фокус на дверь, кстати, уходит. Что-то микрофончики какие-то, гитарки, инструменты. Всё, очень крутая игрушка, но сложная, конечно. Здесь вот здесь светильничек, потом наверху есть. А ты можешь вырубить, пожалуйста, свет? Ну, прям начник, слушай. Не, ну, крутая штука, крутая, согласен. Готов с вами делиться, как я устроил у себя здесь всё в комнате. Это мой личный кабинет. Давайте сначала просто вам беглым взглядом покажу, как здесь всё устроено, а потом постепенно буду в детали ударяться. Вот этот ковёр, который здесь был серого цвета, я его выкинул, потому что здесь вот эти ворсинки, они уже все примятые. И, в принципе, ковёр самый дешёвский, который был в Икеа, и мне он не нравится. Здесь у меня диван, который раскладывается, свет, принтер, который по Wi-Fi работает. Ну, про окно даже говорить ничего не буду. Здесь у меня полка, где куча книг. Вот Катя тут у меня, мои лего-домики. Вот эта машинка, которую я обожаю, лет 8 ей уже, наверное. И какие-то мои коллекционки. Тут тоже стоят. Тут у меня всякие штукенции по камерам. Тут дрон и провода. Тут у меня объективы и Сонька. Вот. Ну ладно, не буду заострять внимание. В принципе, можете сами посмотреть. Вот там материнка, всякие проводочки, блок питания. Теперь комп. Смотрите, как всё устроено. Стоит он справа. Настроен здесь подсветочку фиолетовую. Мне очень нравится. На провода не обращать внимания. Я ещё всё буду стяжечками проходиться и переделывать. Подвесная вот эта штукенция, на которой висит монитор. Очень удобно. Он вот так вот выглядит, как будто парит. И никаких проводов нет. Тут у меня ещё две коллекционки. Это LADA единичка и запор. Часы мои для метрик. Ну и сзади лампа. Ксиоминская. Ну, чтобы вот такая контурная подсветка получалась. Я не любитель ковров с подсветкой. У меня просто классный, дорогущий ковёр. Мне он очень нравится. Ну и клавиатура, мышка тоже. Logitech Superlight. А это G915 TKL. И гарнитура у меня Pro X. Тоже беспроводная. Ну, как-то вот так. В остальном, пока не готов показывать. Там у нас спальник полный бардак. Это мы будем маме отдавать. Идём дальше. Тут у нас... Ну, всё осталось, как и прежде. Что сейчас делаем? Завтракаем. Катя приготовила печёную молодую картошку с осисоном. У нас будет традиционно коктейльчик. У нас уже каждое утро. И какой-то десерт. Как он называется? Ну, это чуть позже. Тут семена чая, алё. Малина. А, ну ещё я вам хотел рассказать то, что мне мама подарила. Вот такие духи. Называются они. Baccarat Rouge 540. 200 миллилитров. Этот флакон стоит просто как чугунный мост. Но это мои любимые духи. Мне они очень нравятся. Я ими пользуюсь уже около трёх лет. Если будете где-нибудь в золотом яблоке, обязательно понюхайте. Ну и небольшая хорошая новость. То, что прекратился отток пользователей, которые были подписаны на мой канал. И сейчас всё идёт в гору. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!